Спасибо вам. И очень важно иметь хороший иммунитет, чтобы любую болезнь прожить достаточно легко и быстро. И у нас иммунитет, конечно, он зависит от многих параметров, и один из параметров – это состояние всего организма. И зашлакованность организма мы, наверное, поставим на одно из первых мест. В зашлакованность я включаю такое достаточно объемное понятие – это кишечник, печень, лимфа и паразиты. Вот это все включаю в понятие зашлакованность. Дело в том, что при зашлакованном организме страдают очень много функций организма. Это и обмен веществ, это идет и застой крови, в принципе, не так хорошо она движется и доносит питание до клеток. При зашлакованности паразитов – это интоксикация, выбросы идут. И на все это организм затрачивает дополнительные усилия. То есть чистый организм, он работает слаженно, четко, все системы взаимодействуют очень хорошо. Ему, конечно, будет гораздо легче справиться с болезнью. У нас один из самых важных органов, влияющих на иммунитет, это еще и чистка – это кишечник. Дело в том, что кишечник состоит из ворсинок. То есть поверхность кишечника, а там внутри вот такие ворсиночки. И каждой ворсиночке, вот там внутри нее идет капиллярчик. И вот когда пища переработанная, вот она уже идет в кишечнике, именно там идет всасывание питательных веществ в кишечнике. Вот через вот эти вот капиллярчики, вот туда вот в кишечнике идет всасывание. И если кишечник зашлакован, конечно, впитывание микроэлементов, оно будет гораздо хуже, чем при чистом кишечнике. Поэтому чистку, как правило, начинают с кишечника. Следующим этапом является чистка печени. То есть вся кровь у нас проходит очищение через печень. И если печень в плохом состоянии, то соответственной чистки качественной крови не будет. И все это, представляете, понесется в клеточки, и организму придется затрачивать дополнительные усилия. Это вот все, чтобы выводить, как трансформировать. То есть он как бы задыхается, не может дышать. И лимфа. Лимфа – это тоже циркуляция идет, жидкость внутри организма. И туда выбрасывается в лимфу все отработанное, как бы все ненужное, в том числе микроорганизмы. И если лимфа зашлакована, то есть она стоячая лимфа, не выводит, не циркулирует как нужно, то вот какие-то застойные явления там существуют, иммунитет тоже будет очень сильно страдать. Вот. Для того, чтобы почистить кишечник, ну, есть очень много способов. Кто-то чистит это клизмами, какими-то слабительными травами. Я просто разработала состав в свое время, это называется чистка организма. Туда входит печень, кишечник, печень, лимфа. Чистка длится около полутора месяцев. Организма, то есть она достаточно качественная. Вместе с печенью чистятся почки. Это все можно найти в сообществе травяная лавка. Есть эти готовые комплекты. Вот. Я сама не сторонница каких-то чисток клизмами, потому что я знаю, что травы, они имеют, ну, какое-то такое вот очень хорошее свойство. Это и так, качественно чистить кишечник. Для того, чтобы кишечник очистился качественно, то есть, во-первых, нужны слабительные травки, например, там, крушинка, сено в своих количествах. Нужны травы, которые образовывают газообразование в организме, то есть как бы пучат организм. За счет того, что пучат организм, что происходит с кишечником, он начинает вот так вот из-за газообразования вот так вот как бы ходить. И в этот момент, во-первых, все стены отшлаковываются, какие-то залежи, которые там находятся. Вот. И, во-вторых, там часто идут процессы какие-то брожения, что тоже помогает размягчить какие-то каловые массы. И дополнить, что этому помогает, ну, например, топинамбур очень хорошо вызывает брожение в организме. И нам же еще после чистки кишечника нужно заселить его очень полезной, хорошей флорой. Вот это как раз топинамбур помогает и вычистить, и тут же дать полезную флору. И топинамбур используют даже после применения сильных антибиотиков. Вот. И следующий момент вот еще нужно потом, чтобы вот эти вот камушки, которые присутствуют в организме, что они сделали? Чтобы тоже как-то рассасывались. И здесь можно использовать и средства, например, стакан по утрам воды выпивать, туда выжимать немножечко лимонный сок. То есть лимон способствует, как вот в чайник добавляют лимонную кислоту для растворения. То же самое примерно происходит у нас в организме. Но я предпочитаю шиповник. То есть вот добавление шиповника. Шиповник мельчит камни как в почках, помогает в печени желочно мельчить камушки. Так он мельчит вот эти вот камушки, которые находятся у нас в кишечнике. И вот такие правильно подобранные компоненты в определенных составах, они помогают без клизменных мешательств хорошо вычистить, растворить и восстановить бактериальную флору кишечника. Мне очень нравится вообще для чистки состав с холосасом. То есть там берется пачка крушины, стакан белого изюма, янтарный он называется, изюм, и бутылек холосаса. Холосас это сироп шиповника, его продают в аптеках, это где-то вот 300-350 миллилитров в зависимости от производителя. И сначала варится крушина с изюмом, где-то минут 20, затем они процеживаются, и туда выливается, остужаются, и туда выливается бутылек холосаса. Холосас сладкий, там есть противопоказания сахарный диабет, вместо этого можно использовать концентрированный отвар шиповника. Все это хранится в холодильнике и пьется по чайной ложке 3 раза в день, минут за 20 до еды. А вот на этом составе интересные были такие примеры из практики. Например, вот у меня были сыроеды, которые уже достаточно давно перешли на сыроедческое питание, и когда они начали пропивать холосасную вот такую заготовочку с крушиной, с изюмом, они удивились, говорят, столько всего выходило, и с таким запахом мы, говорят, не думали, что у нас в кишечнике все это есть. То есть достаточно эффективное средство. Здесь как раз крушина слабительная. Изюм как раз выполняет роль средства, которое начинает пучить животик, называть процессы брожения, и вот все это в кишечничек туда сваливается. А холосас, сироп с шиповника, он помогает размельчать более плотные, спрессованные каловые массы. И курс идет 21-22 дня. Вот те пропорции, которые я вам говорила, пачка крушины, стакан изюма, пол-литра воды, там, извините, литр воды, на память уже давно этот рецепт помню, и потом вот бутылек холосаса. Вот это все хватает на двоих, где-то на 21-22 дня. Вот, то есть травяными средствами достаточно легко почистить качественно кишечник. Главное соблюдать вот эти три правила. Слабительное, то, что пучит животик, то, что мельчит камушки. Следующий момент, это чистка печени. И многие травы, которые чистят печень, они же продолжают чистить почки. Вот если у нас 7-9 дней достаточно для того, чтобы почистить кишечник, то на почки и печень уходит гораздо больше времени. Вот наборы, которые я разрабатывала, там кишечник чистится 2 недели. А почки и печень, почки и печень заговорилась, простите, 3 недели. То есть вот эти 3 недели, это вообще цикл обновления клетки. Это вот минимальный срок для того, чтобы почистить вот цикл, проходит 21 день, и помочь восстановиться клеткам печени, регенерировать. То есть очень большая цикличность организма, она вот зациклена на 21 день. Кроме того, вот именно на тот момент, как клетки обновляются, вот новое поколение, которое рождается через 21-28 дней, оно привыкает к старым средствам. И вот если не менять схему, то эффекта такого же не будет. Поэтому одни и те же травы, одну и ту же схему пить больше, чем месяц, нет смысла. А лучше через каждые 3 недели менять. Поэтому печень чистим 3 недели. Трав, которую чистят печень, достаточно много. Я тоже не сторонница каких-то касторовых масел. Это достаточно большая нагрузка на наш организм. Понимаете, вот это стресс, а стресс организму нужен не всегда. Мы в такой среде, в городской, социальной, и так получаем большую стрессовую нагрузку из-за того, что женщины живут в мужских энергиях и находятся под постоянным воздействием. И из-за этого, конечно, случаются и прененструальные синдромы, и срывы женские. Мужчины тоже постоянно находятся в напряженных стрессовых ситуациях. И когда мы ко всему этому еще стрессово прочищаем организм, то страдать начинает все. То есть там, ну, как бы это больше вредит в настоящее время. Поэтому, если говорить о такой сложной чистке организма, очень глубокой, там, может быть, с голоданием, может быть, с клизмами, может быть, вот как раз вот с касторкой, то это лучше уезжать куда-то на природу в отпуск и там проводить вот эти очистительные процедуры, то есть выходить из стрессовых ситуаций, иначе можно больше навредить организму. Тракт, который может быть одной из лучших средств для печени, и он способен убирать даже метастазы. Второе, я бы посоветовала, бессмертник. Бессмертник, он какие-то токсины помогает восстанавливать клеточки, регенерировать их. И вот, скажем так, бессмертник и пешок, и третье, вот абсорбация токсинов, можно взять какую-то третью травку, например, сныть, сныть очень на себя хорошо забирает, либо лопух. То есть вот каким-то третьим растением, хотя бы три растения пропить в течение трех недель, и нагрузка с печени значительно снизится. И последнее, это чистка лимфы, то есть лимфу нужно прогонять. Насосом для лимфы, то есть то, что приводит к лимфодвижению, являются икроножные мышцы. И, конечно, вот ходить, скажем так, каждый день или через день ходить где-то в течение часа, чтобы ножки работали, это одно из лучших средств для того, чтобы привести в движение нашу лимфу в нашем организме. Так вот, еще из трав лимфов приводят хорошо в движение красный корень и солодка. И вот эти травушки можно совмещать с тысячелистником, можно совместить, вот вместо красного корня взять красную щетку, хорошо взять кукурузные рыльца, подорожник, тысячелистник, вот чтобы запустить вот эти вот процессы в лимфе. Почему первой делается именно чистка лимфы, а не антипаразитарная чистка? Дело в том, что вот если у нас есть какие-то скопления, например, каловые массы, вот пока мы не вычистим их из организма, если мы даже пропиваем антипаразитарную чистку, то вот до гельминтов так хорошо не дойдет, то есть чистка будет некачественной. Это первый момент. И второй момент, я как-то разрабатывала сборы, то есть чистка организма антипаразитарной, чтобы комплексно подойти к организму. Я думала, что первичнее, чистка организма или антипаразитарная. И мне казалось, антипаразитарная. Но нужно сначала же от паразитов вычистить. Практика показала, что если начать пить чистку от паразитов первично, то идет очень большой выброс токсинов от мертвых паразитов, от того, что они экстренно рождают новое поколение, которое вот может быстро вырасти. Выброс в организм токсинов. И получается ситуация, что люди начинают страдать либо головная боль, либо какая-то тяжесть. То есть наступают элементы интоксикации. А когда это происходило антипаразитарная чистка, после чистки организма ни одной такой ситуации не было. Какова антипаразитарная чистка? У нас существует несколько видов паразитов. Это вот я разделяю вирусы простейшие бактерии, потом грибки и потом гельминты. На что тратятся силы организма? Вот когда у нас, то есть у нас в крови может циркулировать много вирусов каких-то, в организме находятся какие-то бактерии простейшие. И для того, чтобы держать баланс, чтобы вот они свою колонию не вырастили, организм тоже тратит свои силы, тратит свой иммунитет. И поэтому периодически чистить организм от каких-то вирусов простейших и бактерий просто необходимо. И я бы порекомендовала в этом случае, как базовую траву, использовать ветреницу. То есть ветреница – это природный антибиотик, который используют даже тогда, когда пришло привыкание к медицинским антибиотикам. То есть он даже в этих случаях, это растение, вот цветочек такой нежной хрупкий, даже в этих случаях справляется. Очень много трав, которые работают с бактериями, с вирусами, с простейшими. Это, например, черемуха, она замечательно убирает те вирусы, которые вызывают воспаление в почках и в суставах. Ива, мох исландский, например, либо кладония. Мох исландский, он горький, кладония не горькая. Сосна убирает большое количество вирусов, простейших бактерий. То есть, в принципе, вот взять 4-5 трав и пропить их 3 недели. То есть 3 недели – это минимум нужно пропить антибактериальный, вот именно за то, чтобы даже если будет рост нового поколения, то уже его нейтрализовать. Причем, если у вас есть простейшие бактерии, важна дозировочка. Ну, сначала идет средняя дозировка, например, столовая ложка на стакан два раза в день, утром и вечером, например. Но большинство бактерий стали у нас и вирусов жизнестойкие. И они, чтобы выжить, начинают давать вот такой большой всплеск нового поколения. И вот, скажем так, с 4-5 дня дозировку лучше увеличить двое, чтобы вот это новое поколение, то есть не дать ему жизнь. И неделю попить усиленную дозировку трав. То есть, например, по столовой ложке уже 4 раза в день. То есть заварить ее в стакане кипятка, настоять час, все как и полагается там по инструкции. Я на эти моменты не обращаю внимания, потому что это уже такие элементы. Нам сейчас нужно просто концептуально понять подход. То есть, вот вопросы можно будет конкретно уже потом задавать, либо в личном сообщении. Я просто вот как бы о концепции о подходе. После того, как это почистили, отдельно рекомендую почистить грибки. Кубышки, но можно и листья кубышки. Вот эти две травы самые крепковые. Если тянет на сладкое, на мучное, прямо вот не можете остановиться. Если, например, молочница часто бывает в организме, это говорит о том, что достаточно развита грибковая флора. И поэтому даже можно заметить, пропивая даже вот эту двойку, ветреницу и кубышку, уже на второй, на третий день перестает хотеться вот этого сладкого и мучного. То есть организм отвыкает. Но курс опять-таки должен быть 3 недели. А грибки, вот у них нету такой сильной привязки, чтобы увеличивать дозировку. Здесь достаточно столовую ложку на стакан из смеси трав, таких как кубышков, вероника, можжевельник, например, тоже с грибками хорошо работает. Вот пропить эту троечку. Но лучше я бы взяла просто веронику и кубышкову, чтобы не разбавлять какими-то другими травами. Вот эта концентрация антигрибковая была такой высокой. И последняя стадия недели 3, а лучше всего 4, это попить антипаразитарные какие-то травы, которые работают с гельминтами. Их много в организме. Это все горечи. Это не только тройчатка иванченко, пижма, полынь, гвоздика. Я здесь подключаю еще корень крапивы, потому что он идет при ленточных листах. Обязательно куркума, обязательно такая специя, как кардамон должна там присутствовать. То есть это вот за базу можно взять тройчатку иванченко. Но вот еще корни крапивы добавить именно для того, чтобы прихватить вот этот ленточный ряд. И пропить не меньше 4 недель. В идеале вообще от гельминтов травы пьются сначала, допустим, одна схемка, потом другая схемка в течение двух месяцев, потому что до конца из организма их тяжело убрать. Вообще, если говорить о том, почему у нас идут гельминты, то есть почему мироздание придумало гельминты в организме, в принципе, все понятно. То есть все взаимосвязано. Вот если бы у нас не было бы завалов и каких-то лишних отложений, паразитам негде было бы развиваться. Если бы у нас мысли были светлые, ясные, четкие, лишенные дуальности, плохо, хорошо, просто в потоке есть, в излучении добра, без каких-то задних мыслей, а это в первую очередь не осуждение себя, принятие, излучение добра в первую очередь к себе, а потом оно уже рождается и для других, то чистота колебаний человека была бы высокая, и ни один гельмин бы просто не нашел бы подходящую среду в организме, чтобы жить, потому что вибрация не соответствовала бы, изживала бы всю паразитическую флору. Поэтому, конечно, еще один из способов для того, чтобы избавиться от паразитов, это наше питание и наше психологическое состояние. То есть если даже правильно питаться, сыроедничать, но при этом запирать себя в рамки плохо, хорошо, правильно, неправильно осуждать других людей, паразиты все равно будут заводиться в организме, потому что это очень низкая частота колебаний человека. Человек в истинном своем значении, он находится в любви, в человечности, в сердечности, в доброте, в искренности, в милосердии, в сострадании, то есть в очень красивых человеческих вибрациях. Вот это мы поговорили о чистке организма. Следующий момент, почему может страдать иммунитет, это из-за того, что не хватает микроэлементов и витаминов. Как я уже говорила в начале, то есть это может происходить из-за того, что вот кишечник зашлакованный, доступа к ворсиночкам нету, через которые всасываются в кровь микроэлементы. Это могут быть и нарушения обмена веществ, и причин тоже может быть несколько. Качество самого питания. Есть травы, которые богаты микроэлементным составом и помогают нам его пополнить. Например, сныть. Сныть по составу, она как раз идет по микроэлементам, такая же, как в формуле крови должна быть здоровой, в таких же пропорциях. Там есть, в принципе, весь микроэлементный витаминный ряд. Причем сныть ее можно есть как и сырую, так добавлять в салаты, морозить супы, делать пирожки, квасить и так далее. Клевер. Именно шишечки клевера, они способствуют кроветворению, и там тоже достаточно много микроэлементов. Лиз земляники. Лиз земляники, он является носителем кабальта, а кабальт помогает. Вот у нас есть радиоактивное железо, которое участвует в формуле образования гемоглобина. Вот для этого нужен кабальт. И вот земляники очень много кабальт, за счет этого она тоже повышает уровень гемоглобина в нашей крови. Я бы даже сказала, не гемоглобина, если совершенно точно выражаться, а ферритина. То есть ягоды и лист земляники. И ванчай, и витамина С много, и вообще богатый спектр всего много антиоксидантов, то есть антиоксидант, который убирает вот эти свободные радикалы, вот эти все выбросы, которые мешают человеку, человеческому организму нормально существовать. Медуница. Медуница, она тоже помогает правильно сформировать формулу крови. У ней очень много разных микроэлементов, и самое главное, у ней есть йод. Рябина. Красная рябина, ягодки. Вообще я бы рекомендовала все ягодки, чернику, землянику, клюку, даже если их просто кушать, уже наладится обмен веществ, во-первых, потому что ягоды многие с ним работают, что чернику возьмем, что землянику работают с обменом веществ. И в них много просто микроэлементов. Так вот, в рябине тоже много полезных веществ красной, но при этом она еще обладает противомикробным свойством, то есть дезодорирует кровь, то есть убирает вот эти вирусы, простейшие бактерии, грибковую флору, то есть препятствует процессам брожения рябина. Если ее в воду положить, то вода может когда-нибудь не портиться. Представляете, какое свойство? И вот эту рябину тоже хорошо потреблять вовнутрь. Ее хорошо использовать при чистке от вирусов, простейшие бактерии, при чистке от грибков, то есть тоже в чаечки добавлять, либо по 10 ягод съедать утром, в обед и вечером. Рябинушка хорошо прочищает сосуды головного мозга, улучшает память. И единственный минус – сгущает кровь, поэтому у кого кровь густая, уровень тромбоцитов высокий, то я бы посоветовала какие-то рожжающие, параллельно использовать травушки, например, там, иву, осину, донник, лобазник, малину. Смолок. Микроэлементным составом. Если говорить о ягодах, то черная смородина, она имеет меньший микроэлементный вот этот спектр, чем красная смородина. Вот в красной и белой смородине там и витамины группы Е, и ПП, то есть вот очень много прямо витаминов. И вот красная смородина, она даже, представляете, используется при старческом бессилии, при упадке сил. Она рекомендуется, когда спортсмену после тяжелой физической нагрузки, спортивной, хочет быстро восстановиться. Это тоже идет красная смородина за счет того, что вот в ней богатый именно микроэлементный состав и очень высокий. Наша дорогая крапива. Вот не зря природа придумала так, вот я за ней наблюдаю, да. Первая крапивочка вылазит, вот потом уже какие-то другие травушки. Вот осень, вот до самого снега, верхушечки крапивы всегда свеженькие, зеленые, даже если она уже отсвела. То есть ее можно всегда собрать, всегда кушать. Если вы возьмете крапивку свежую, вот так скатаете, от Жени, вот помнете прямо в руках и скушаете. Она очень вкусная, она с таким приятным сладковатым оттенком. Из нее великолепные супы и смузи, коктейли. Тоже морозить можно на зиму. Можно сушить и делать суповые смеси с крапивкой. То есть крапива, я считаю, что в течение года хорошо, если она будет у нас в рационе. Макрица тоже содержит йод, тоже очень много разных витаминов. Кладония, сосна, синюха, богаты витаминами. Синюха содержит железо. То есть вот когда в организме страдает железо, пожалуйста, можно пить такую траву синюху. То есть вот это все травы, которые богаты микроэлементами и витаминами. Вот все, что есть, все, что под рукой, можно самим по интуиции составлять чаечки и пить, пить ежедневно. Порция 2-3 стакана в день из расчета столовая ложка на стакан. Для поднятия иммунитета можно использовать травы, которые называются адаптогенами. Адаптогены – это которые повышают сопротивляемость организма. К ним относятся и хиноцея, красная щетка, красный корень, радиолы розовые. То есть они мобилизуют организм. Но их применение должно быть кратковременное, потому что они как бы выдергивают резерв организма на данный момент. И применение оно не больше трех недель. И не нужно постоянно пить, а я бы вообще рекомендовала дней 10, не более. Существует один прекрасный адаптоген – это очеток пурпурный, который немножко по-другому работает, не выдергивая резервные силы организма, а просто помогает улучшать обменные процессы между клеточками. И вот он растет у нас на Урале. Он растет где-то ближе к Башкирии. Я его не видела на югах. На севере он тоже должен быть. Очеток пурпурный. Его выращивают в садах. Он улучшает обменные процессы между клеточками, вот эти энергетические процессы. И за счет этого каждый орган начинает работать. У него очень много показаний. Он используется даже при онкологии сильнее, чем болиголов, но при этом ни капельки не ядовит. И вот я очень люблю это растение. У меня вот он растет в лесочке. Я каждое утро с весны начинаю свеже съедаю по листику и вечером иногда по листику. Я прямо чувствую, вот как организм наливается силой. Первый год, когда я его попробовала, это была настойка. То есть вот все лечебники его расхваливают. Я сделала настойку, как полагается. Неделю попила, но ничего не произошло. Я оставила ее пить. А там еще написано, что очеток пурпурный имеет накопительный эффект. И вот где-то на второй неделе я вдруг почувствовала себя, вот этот прилив энергии и взгляд на жизнь, как в детстве. Вот такой искренний, жизнерадостный. Замечается, что вот она растюшечка взошла, а вот он цветочек. И настолько оживаешь, что не можешь пройти мимо. Хочется каждый цветочек понюхать, порадоваться. Вот все видится и слышится. Каждый цветочек вот везде, который расцвел, прямо чувствуется аромат. Вот этот детский восторг от того, что живешь, от того, что это происходит. Вот так работает очеток пурпурный. И я каждый год его ем все лето, но вот когда я проедаю, идет вот этот всплеск прямо психоэмоциональной трансцендентности каждый раз на новую спираль. И его хватает года на два. Потом опять вот хочется очеток и есть через лето. Одно лето ешь, а то пропускаешь. И опять его поешь, и вот прямо ощущается опять новый виток в какую-то вот эту психологическую благодать. Ну, я так ее назову, потому что других слов я подобрать не могу. То есть хватает силы, психи... Все ситуации, он при неврозах тоже используется. И невралгия, кстати, тоже. Вот. Что вот совершенно по-другому идет восприятие жизни. То есть это еще большая энергетическая работа очетка пурпурного. И вот само название очи, очи — это глаза, ток, да, очи, ток. То есть тоже очень необычное. Это тоже является средством, которое успокаивает, которое выравнивает состояние психики. И для иммунитета очень важно. Потому что, представьте, организм, вирусы, бактерии, простейшие, мы все равно до конца никогда не уберем. Эти колонии все равно будут насосцеляться. И организм будет тратить на это силы. И вот представьте, организм на это тратит силы. Когда мы понервничаем, организм тоже туда резерв сил какой-то тратит, чтобы мы выровнялись. И вот представьте, если мы будем спокойны, сколько сил в организме сохранится. Я по себе заметила, что вот вместе с очистком пурпурной психологической работой с собой у меня действительно меняется вот этот энергетический ресурс. То есть у меня, я вот смотрю за молодежью, за своей, за детьми, у них сил хватает на один гораздо меньше. Больше того, вот, например, я занимаюсь на дзюдушке, там есть девчонки помоложе, одной, по-моему, 25 или 27 лет. И если где-то в скорости я ей поступаю, вот на акробатике, на ОФП, то на выносливость, то есть я делаю тише, но меня хватает гораздо на дольше. Вот эта вот запыхатость, она появляется гораздо позднее. Вот, и дел за день проделывается гораздо больше, и усталости к вечеру фактически нету. И вот я считаю, что это следствие даже не то, что организм здоров, а вот этого психологического состояния, когда не нервничаешь, не переживаешь, и на всё, что происходит в жизни, смотришь как-то немножко по-другому с точки зрения спокойствия, с точки зрения 3D, это всего лишь очередная жизнь на земле, да, просто вот в наблюдателе, наблюдая за своими эмоциями, искренне, с любовью, относясь к людям и их реакции, независимо, какие они, то есть вот это всё высвобождает очень большой ресурс энергии, а это всё наше спокойствие, это всё наша психология, поэтому травы, которые успокаивающе действуют на организм, обязательно должны быть вот в период, когда, ну, нужно как-то защитить себя от болезней, подготовить организм и повысить иммунитет. Мне очень нравится, как работает боярка, причём как цветочки, так и сами ягодки, они успокаивают, они тоже очень полезны, там очень много микроэлементов, и когда пьёшь боярышник, кроме того, что успокаиваешься, он же ещё влияет на работу сосудов головного мозга, вот мысль становится ясной и чёткой, и вот структурное мышление, когда особенно нужно что-то очень помыслить, как-то вот на работе быть мобилизованной, вот боярка мне прямо очень нравится, и вот, так говорю, она для успокоения идёт, синюха, одно из самых сильных средств успокаивающих, череда, березк, они немножко послабее, зюзник тоже считается хорошим, сильным, успокаивающим средством, но у зюзника противопоказанием идёт гипофункция щитовидной железы, и теперь следующий момент, которому мы подходим, это обмен веществ, то есть на то, сколько микроэлементов попадёт наши клеточки, насколько они будут напитаны, заряжены, конечно, влияет обмен веществ, и на него влияет тоже несколько факторов, например, когда у нас уже вот возраст так за 40 у людей, тогда гормональный фон, он начинает, как бы, вот выработка гормонов замедляться, и обмен веществ вместе с этим затухает, поэтому женщинам с этого возраста я всем рекомендую петь манжетку, то есть она, во-первых, напрямую улучшает обмен веществ, во-вторых, она несёт в себе прогестерон, вот это гормон, который вырабатывается во второй фазе цикла, ещё называют гормон беременной, но вот этот прогормон прогестерон, когда он распадается, он распадается на эстроген, это тот гормон, который вырабатывается в начале цикла, и тестостерон, это то, что даёт нам силы делать какие-то дела, то есть бодрость, энергию, и в результате вот этого, то есть я раньше думала, почему манжетку, вот не во второй фазе цикла рекомендуют, а именно всё время, а потому что она настолько экологична, и вот какой-то дозировки вот содержит вот этот прогестерон, что манжетку можно пить в течение всего женского цикла, кроме менструации, и она будет выдавать на выходе вот именно тот гормон, который нужен женскому организму, и, например, у женщин, вот кому за 45, там и сухость идёт, там и идёт снижение либидо, вот манжетка всё повышает и всё восстанавливает, вот к сведению, то есть женщинам в возрасте я рекомендую манжетку, и ещё может быть радиолу розовую, она тоже косвенно влияет на обмен веществ, но она способствует оживлению, обновлению организма, и вот все климатические явления просто затягивают, вот если ещё необратимости не наступило. Следующий момент, когда обмен веществ связан с функционированием внутренних органов, таких как печень, процессы какие-то пищеварения, обменные процессы в клеточках, это немножко другое, это частичные зашлакованности организма идёт, и частично идёт из-за каких-то, скажем так, болезней, отклонений в работе печени, желудочно-кишечного тракта, и здесь очень хорошо помогает берёза, корни пырея, корни лопуха, цикорий, как трава, так и корни цикория, спорыш, и таких трав, которые вообще вот с обменом веществ вот работают, которые страдают из-за нарушения работы пищеварительных органов очень-очень много. Фактически, каждая трава, которая на область ЖКТ используется, она же будет работать с обменом веществ. И последнее нарушение обмена веществ такое базовое, это из-за того, что она начинает сбоить четовидная железа. Здесь, конечно, несколько видов сбоев есть, но я возьму основные. То есть, первый сбой, когда у нас идёт гипотириоз, то есть не хватает как бы вот выработка йода идёт плохо, то медуницу мы используем. Когда гипотириоз, здесь используют лапчатку белую. Лапчатка вообще нормализует работу щитовидной железы. Дрог красильный нормализует работу щитовидной железы. То есть, можно подключать вот какие-то травы, которые помогают вырабатывать, которые помогают работе щитовидной железы. Дрог красильный, например, он тироидные гормоны заменяет. И последний момент, на который бы сделать хотелось ещё акцент, это закаливание и подвижность организма. У меня дети, младшие, они учились у нашей челябинской травницы Натальи Евгеньевны Карлышевой. Кроме того, что она травница, она ещё делала индивидуальные, как и школы, валиологические классы. И там вот дети мои учились. И когда вот я с дочерью попала вот на первую встречу, она рассказывала, что такое валиологический класс, что детки бегают босиком по снегу. Для меня это был шок. Потом одевают носочки. У меня отучился второй сын, и начинал третий ребёнок учиться там. И вот если у Алёнки здоровье страдало не сильно, то у второго ребёнка здоровье страдало сильно. И, вы знаете, он перестал болеть. То есть вот эти бегошки по снегу, вот это полураздетое состояние, с которым они выбегали на улицу, ребёнок просто перестал болеть. И когда родился третий ребёнок, и он как бы сам по себе был и воду холодную, и по снегу, там и зимой вот на Таганай пришли, минус 10 градусов. Он выходит из избушки в трусах, говорит, мама, я пошёл гулять. Я говорю, хорошо. Приходит, замёрз, одел валенки, пошёл дальше гулять. То есть, понимаете, замёрзли просто ноги в минус 10 градусов, ребёнок гулял в трусах. То есть, вот закаливать детский организм нужно не бояться. Хотя мне было вот очень сложно, потому что каждый раз, когда я позволяла детям более раздетыми ходить на улицу, я два-три дня сжималась и ждала, не заболеют ли они. А потом мы вот за этим пошли взрослые и мы тоже перестали болеть. То есть, я сейчас с удовольствием хожу по снегу. Если снег, он свежий, рыхлый, там он настолько холодный, быстро тает, долго не проходишь и ноги прямо замерзают. А если идти по тропинке, то вот это соприкосновение со снегом не сильное и ногам приятно, они проходят гораздо дольше. Но потом обязательно шерстяные носочки, чтобы ножки попали в тепло. Вот. И действительно, вот здесь было очень несколько ситуаций за последнее время, когда ко мне приезжали пациенты, там баньку или куда-то, и они, допустим, через несколько дней говорили, ну заболевали и говорили, что они их в ковид. То есть буквально на следующий день, через день. То есть фактически они приезжали зараженные. Но не у меня, не в Даринке, которая вот живет, то есть ни у кого, еще и она в семье, ни чиха, ничего не было. Я достаточно часто тоже бываю в городе, но тфу-тфу-тфу, то есть болеем мы очень крайне редко. То есть вот пару раз за последние несколько лет у меня была ангина только. То есть вот это видно, что-то пережигалось, такое гнойное изнутри выходило. Вот. Поэтому закаливание очень важно. И я бы посоветовала для начала просто немножко полегче одеваться, чем обычно. Вот когда организм слегка подмерзает недолгое время, то есть не целый час мерзнет, а минут 10-15 организму только на пользу. Он мобилизует силы, он закаляется, да. Вот. И в этот момент как бы он, как вот в тренажерном зале сила накачивается, так же организм, он нарабатывает вот эту силу, какую-то сопротивляемость. По немножко можно ходить по снежочку. Вот буквально на полминутки, на минутку встали, вот только холодно пошло, одели. И наблюдайте за своим организмом. То есть после холода нужно обязательно попасть в тепло. То есть для организма страшно длительное переохлаждение в течение часа. Вот эти кратковременные охлаждения организма, они всегда идут только на пользу. Только на пользу, они действительно делают организм более крепким. После баньки, у кого есть снежок, попадать, то есть там вот просто ножками по снежку походить, тоже очень полезно. И последний момент, который влияет на наше здоровье, это наша подвижность. Вот как бы мы не чистились, какие бы травки мы не пили, если мы мало двигаемся, кровь стоит, тут же опять все у нас придется стоить. Вот животные в последнее время стали очень часто болеть, то есть у них отказывают почки или печень. И почему это происходит? Да не потому, что питание такое, потому что это животные, которые, ну, у них немножко другая идет физиология, и в их природе много двигаться нужно. А вот те животные, которые живут в городе, они не получают такой подвижности, у них начинают отказывать органы по тем либо иным причинам, вот как показатель. То есть раньше в деревнях, конечно, все животные жили на улице, бегали, хоть и питались там, может быть, какой-то не такой хорошей пищей, это не влияло на их здоровье, потому что обмен веществ большой, кровь бегает хорошо, застоев нет, и все это быстро выводится. То есть Бог у нас предусмотрел все, все для организма, печень, которая фильтрует жирорастворимые какие-то токсины, почки, которые вводят этот растворимый токсин, фильтруют. То есть здесь щитовидкий йод, он такой первый барьер защиты от, скажем так, от вирусов, которые проходят. Вот эти все слизистые, там же тоже вот это все барьеры и защиты от того, чтобы инфекция не происходила без зрения. Сам желудок тоже идет, это когда мы пищу потребляем, там тоже идет обезвреживание чего-то. То есть в принципе от природы у нас все дано и не справляется организм, вот зашлаковывается не только из-за питания, а из-за того, что вот прогонка крови хорошо не идет, она идет медленно, она не успевает фильтроваться и все сильнее и сильнее зашлаковывается. Как только начинает человек вести более подвижный образ жизни, органы работают в другом режиме и они успевают прочищать кровь. То есть кровь быстрее бежит, органы соответственно быстрее работают, вот это все они адаптированы, они сами мобилизованы, они не в полуспящем сонном состоянии, то есть организм оживает. И раза три в неделю ходить быстрой ходьбой, то есть чтобы запустить лимфу, чтобы кровь начала разгоняться, двигаться, раза три в неделю, час, час двадцать я рекомендую ходить быстрым шагом. Где вы будете ходить на работу или просто в парке, оно не столь важно, главное, чтобы вот эта нагрузка была. Вот, ну и какие-то вот тоже очень рекомендованы. То есть кардионагрузка. И вот это вот я бы отметила как основные факторы для того, чтобы привести организм в форму, придать ему силы, повысить иммунитет. Вот, и сейчас я бы просто бы хотела послушать, какие есть вопросы у участников, либо может быть кто-то еще хочет поделиться какими-то своими уникальными примерами чистки организма от шваков, от паразитов, либо просто закалки. Ну вот, чем хочется. Поделитесь, поспрашивайте, я рада буду ответить, рада буду выслушать вас. Можете писать в чате, можете подключить звук и задать вопросы. Вот пока подключайтесь, либо пишите, кто хочет. Вот сейчас. Так, это Анжелика у нас написала добрый вечер. Вот, пока больше не вижу сообщений. Я бы еще хотела рассказать о курсе. У меня разработан курс, который называется «Домашняя аптечка». Уникальный курс. Там 15 трав, которые можно и самим собрать, они во многих регионах есть, и во всех аптеках фактически подают даже в стандартных. У нас на самом деле для того, чтобы привести организм в порядок, не так много трав уже нужно знать и иметь под рукой. И вот там на курсе есть и возможность заполнить табличку, и получить всю информацию и оставить ее на всю жизнь. Вот как бы вот эти видео уроки, где будет рассказываться, как на этих 15 травах и понизить давление, повысить иммунитет, и кашель убрать, ночной крупы, что при ангине, укреплении десен, полости рта, и при запорах, детских животиках, коликах, кишечных спазмах, отравлениях, ротовирусных инфекциях, метеоризме, при воспалениях почек, мочевого, при женских воспалениях, при высоком давлении, головных болях, когда ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, ухудшение памяти, когда идут суставные боли, можно иметь, при успокоениях, при ожогах, кровотечениях, ранах. То есть, как вы видите, там очень большой спектр вот этими 15 травами можно лечить. И самое интересное, вот эту вот табличку можно распечатать и просто вот повесить на холодильник. Там еще есть дозировочки такие, как заваривать, как применять. И это все можно просто, вот каждый член семьи разберется и может самостоятельно заваривать в любых случаях, использовать. Я вот рекомендую просмотреть вот эту домашнюю аптечку. Там и травы для витаминов тоже есть. Как ее убрать и как повысить иммунитет. Поэтому вот у кого откликнется в рассылке, всем, кто зарегистрирован, придет ссылка на этот курс с подробным описанием, с обзывами участников. Поэтому просто вот рекомендую от всего сердца, потому что, ну вот как некоторые держат таблетки дома, вот самые там от головы, от чего-то, также содержание вот трав таких дома, оно просто, ну, поможет вам вовремя устранить все и не дать развитию большому спектру заболеваний. Ну, так как я не увидела вопросиков каких-то или каких-то вот желаний поделиться, я тогда буду заканчивать конференцию. Я рада, что вы выслушали. немного о себе, да, то есть я вижу, немного о себе, я все время теряюсь при этих вопросах, наверное, вы имели в виду вот опыт конкретно в травах. я с детства как-то травами интересовалась, бабушка у меня этим занималась, вот, но она делала в основном настойки, у нее все время бутылечки стояли, она на стойке махомору, у нее такая известная история, вылечила соседа от рака желудка. Я вот сколько помню, мы с дедушкой ездили, она там, Сашка, смотри, он там растет, давай остановимся, соберем. То ветреницу, помню, в Башкирии ехали, набрали, там она, Таня, не ходи здесь, кое-что еще не могут быть, сама набрала, вот она вот горела вот этими травами. Вот, у меня это началось немножко позднее, в 2007 году, у меня тогда родовое поместье появилось, и я не могла, вот у меня шоу ЗОВ собирать травы. Мне посчастливилось, я в жизни вот взаимодействовала много с Натальей Евгеньевной Карлышевой, это наша челябинская травница, которая училась у трех травников в глубинках, и какие-то изюминки она мне вот эти передавала. Многому я обучалась сама, в связи с тем, что вот как бы, вот я большой путь прошла самостоятельно, то есть сама собирала, изучала, вот поначалу вообще атлас Плешакова брала как определитель. Потом у нас есть Центр Возрождения, Ренат как-то собрал и сказал, кто какие курсы может вести. Я решила попробовать по травам. Я все бабушкины книги, она вот такую стопку передала, вот так проштудировала, писала, и какая трава, для чего. Потом вот блоки по болезням для печени, и все травы, вот эти вот переписала, все, то есть я вот проштудировала все эти книги. Вот, но Наталья Евгеньевна мне всегда говорила, что травы нужно вот собирать комплексные сборы, отключив голову, то есть это не фитотерапия, это энергия. Я ушла в изучение энергетики трав, и как бы у меня есть знания о фитотерапии, но я основной уклон делаю на ведание трав, на их энергетику, как они работают с телом, какую энергию несут. Обучать я начала, наверное, то есть вот уже в седьмом я начала так собирать травы активно, а уже через год, через два у меня появились первые пациенты, я даже не знаю, как, я еще тогда в городе жила, ездила за город, вот собирала травы, потом вот уехала в сад, здесь собираю, уезжаю в области, дважды собираю травы, дважды за сезон в район кусок, вот. И обучение началось тоже, только их познав, начала обучать, когда я поняла, что обучать вот теории бесполезно, нужно выводить в лес. Я начала собирать группы и вывозить в лес. Сама тогда знала тоже мало, но вот эта вот фраза, что учитель учится за счет своих учеников, она у меня преобладала. Было одно растение, да я сейчас знаю, что зопник, а я никак не могла его найти, то есть как оно выглядит. А ватвосе Плешакова, оно так нарисовано, что очень похоже на мяту перечную. Я на первом занятии вот так и преподавала, он еще ароматный такой листик, как мяту перечную, да, я вот так училась, очиток, как я познала, я мимо него ездила много раз, но в определителях не могла найти. И он звал, звал, и я однажды решилась, сорвала его, вот чтобы взять, и у меня тут же пришло очиток название, я полезла в интернет, и правда очиток, то есть узнания как-то вот так накапливались, накапливались, приходили. Вот, потом начались приемы в травяной лавке, потом я разработала сорок пять лечебных сборов, которые вот за четыре, наверное, года уже они дорабатывались, их эффективность во многом превышает эффективность таблеток. В каждый сбор входит, ну, чуть-чуть меньше двадцати трав, где-то шестнадцать, где-то двадцать. У меня есть несколько программ, это антипаразитарная из трех частей, это очищение организма из трех частей, это здоровая печень, здоровый желудок, мужское здоровье, то есть это программы на два месяца, которые по всем параметрам работают с разными системами, я их разрабатываю для того, чтобы запустить процесс омоложения в своем теле. То есть мне сейчас, ну, вот, сорок девять с половиной лет, и я считаю, что вот разработав вот эти системы, они во многом помогли мне прийти к другой внешности даже, да, то есть оздоровить свой организм и чувствовать себя совершенно по-другому. То есть травы для меня все, но я люблю больше энергетику, то есть я много работаю с энергетикой, с выправлением пространства в бане, это то, что раньше называли сглазы порча, но это гораздо глубже, то есть все мы состоим из энергии, каждая энергия живая, она личность, она говорит, ее можно услышать, каждая энергия идет, за любовью слушается, и все эти узелки энергетические, что называют блоками, комплексами, можно отладить, правильно выстроить, и родовые, и наработанные, это просто энергишки запотались, но вот это коротко о себе, я мама четырех детей, как бы вот уже бабушка одной внучки, сегодня дочь с внучкой приезжала, я делала закрытие родов, ставила внучку свою, как бы подключала к стихиям, сегодня же сын напросился в баньку средней, то есть они у меня любят баньку мою выправляться, потому что заметили, что каждый раз после этого в них идет толчок, ну какой-то в их жизни очень положительный, и они очень много переосознают, но и они себя понимать начинают по-другому, вот я не знаю, достаточно это обо мне или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Татьяна, у вас звук пропал. Так, прошу прощения, я когда на чат нажимала, наверное, не туда немножко нажала, Анжелика, спасибо, что написала. То есть, если эта информация о себе достаточно, то есть, ну вот так вот. Хорошо, спасибо, Анжелика. То есть, я вам хочу, что предложить, то есть вот сейчас тема для того, чтобы привести организм в норму, в форму, она очень важная. И всем участникам, которые здесь были, вот просто, вот, из благодарности вам, то есть, я могу бесплатную консультацию сделать, то, что вам необходимо, то есть, введение в течение месяца-полутора по вашим проблемам для того, чтобы улучшить ваше здоровье. Вы можете написать мне ВКонтакте, и получите такой бонус. Вот, а я благодарна за то, что вы участвовали, слушали. Будьте здоровы и радуйтесь жизни. ВКонтакте, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok